Искусством горлового пения, танала, и здесь владеют почти все женщины. В мелодии звуки природы. Чтобы утолить жажду, здесь подают традиционный якутский напиток, кумыс. Я снова вас приветствую на якутском языке. В республике Саха продолжаются дни татаростана. И сегодня мы находимся в одном из священных мест для жителей Саха. Это Хангаласский район. Считается, что здесь жил прародитель всех народов Саха Тыгын-Дархан. И в 95-м году в честь него установили вот такой вот столб. Местные жители называют его СРГ. Конечно же, каждый СРГ украшает уникальный рисунок. И этот означает, что Тыгын-Дархан будет следить за народами Саха и стоять за них горой. В Хангаласский Улус небольшое население 33 тысячи человек. В основном жители занимаются сельским хозяйством, развито коневодство. И сама природа необыкновенная. Человек-то происходит из самой природы. Это надо сохранить. Мы должны еще знать свою родословную до седьмого колена. Мы сейчас тоже обязательно зайдем в балаган. Так называют свой традиционный дом народы Саха. Но прежде всего хочется остановиться возле этой миски. Здесь тлеет настоящий конский навоз. И таким образом жители окуривают свой дом, защищают себя от злых духов. И еще это помогает спастись от комаров. Здесь их очень много. В балаган семья Борчаховых переехала 4 года назад. Строили по всем канонам. Каркас деревянный. Чтобы тепло хранилось дольше, его обработали глиной. А на крыше – земля. У Сарданы и Михаила пятеро детей. Старшему – 24, младшие – 8. Здесь каждый занят своим делом. С печью, которую топят даже летом, управляется глава семьи Михаил. Гоня – это для нас большое божество. Печка – это традиционный камелек называется. А по-русски это камин был. Вот это хлоросохан. Это большая печка. Для нас хлоросохан – это женщина. В доме много шкур. Везде развешен конский волос. Каждая вещь – хранитель жилища. Конский волос, он защищает, он лечебный. При входе, наверное, вы заметили, там есть у нас длинный хвост. Он трехсветный. И он стоит специально для того, чтобы он защищал дом. А когда люди приходят, он защищает. И когда идет дождь, мы его там вешаем, и он очищается дождем. Балаган внутри – это просторное помещение. Здесь нет стен, которые разделяли бы гостиную, спальню, кухню. Но есть у них одна комната, и живут в ней девочки. Таким образом, жители Саха оберегают самое ценное, что у них есть своих дочек. У этой комнаты, кстати, нет окон. Хотя красавиц якутианок уже давно не крадут. Браки по любви и согласия двух сторон. Современные дети Саха ходят в школу, изучают якутский язык, обучаются игре на национальных инструментах. В каждом улусе есть свой краеведческий музей. Священные камни, кости животных, останки древних захоронений. Но образ жизни, бережное отношение к истории и истокам, единение с природой – все это о народах Саха. Алья Харудинова, Ленар Кузя Ахметов, ТНВ, Саха, Якутия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова